Блогерский пункт помощи находится здесь по адресу Байкальская 244А. Чтобы не потеряться, следуем этим указателям, проходим мимо них и выходим к главному баннеру. За ним трудится целая команда. Люди работают всего лишь два с половиной часа, но уже вещей принесли на целый грузовик. Стельки согревающие две, термос две, спущенка пять штук. Волонтеры оперативно разбирают коробки, пакеты. Здесь помогают в свободное от основной работы время. Каждую вещь заносят в общую базу, чтобы ничего не потерять. Люди несут одежду и обувь, сладкие продукты, чай и кофе, лекарства, средства гигиены, нижнее белье, стельки, носки, изоленту, напоры для шитья, бронежилеты и даже дорогостоящие дроны. Нас не взяли в армию на призыв. Мы делаем что-то полезное, что поможет ребятам, которых взяли. Может нас по-то возьмем. Очень много родних моих подписчиков тоже пишут о том, что меня мобилизовали, я там в Новосибирске. Мы пишем, чем помочь, что такого прикольного, что такого доброго, мы можем еще и довести. Блогеры подсчитали аудиторию. Суммарно в подписках у медийщиков около 150 тысяч человек, каждый из которых с добрым сердцем. Сегодня в WhatsApp мне прислали, друзья переслали и естественное желание поучаствовать. Просто в группе, вообще группа иркутских астрологов, и как бы там. В общем, что-то такое необходимость помаленько там. И чай, и кофе, ну такое, как бы, вещей нету. А такое, что продукты, это же касается каждого из нас. Когда судьба родиной в опасности, надо помогать, чем может. Дома лежали берцы, принес. Думаю, они понадобятся больше на фронте, чем мне дома. Душа болит за родину, за страну, за наших ребят, за наших солдат. Подписчики помогли обустроить и сам пункт. Нашли стеллажи для коробок. Полки заполнили в течение нескольких часов. За это время гуманитарную помощь принесли более 80 неравнодушных горожан, которые всем сердцем хотят помочь землякам. А этот пункт сбора обосновали предприниматели города. Распаковывают в магазине не новый товар, а одежду для солдат. В этих коробках майки, футболки, толстовки. Здесь есть и специальные армейские наборы с нитками, наперстками и иголками. Тут же лежит рулон тканей. Из нее будут шить одежды мобилизованным. А еще одна из компаний открыла бесплатные курсы для мастериц, которых с нуля научат шить вещи для солдат. Спальные мешки, понча, термобелье. Все за счет бизнеса. Получается, что мы действуем сообща. Такое происходит сплочение коллектива. Люди хотят принять участие, помочь. То есть вот это вот удовольствие в том, что люди помогают друг другу и помогают дальше. И, конечно, никуда без теплых вещей. Чтобы не мерзли ноги, для мобилизованных мужчин в меховом ателье сшили влагостойкие стельки из шерсти тюленей. Такую продукцию мы делали для наших охотников, для сибирских. То есть вещи откатанные, опробованные. В связи с последними событиями повторили нашу продукцию, сделали для наших ребят, которые уехали на Украину. Теперь гуманитарную помощь передадут мобилизованным. Передать вещи в блогерский пункт еще можно. Предприниматели-волонтеры приглашают присоединиться и своих коллег по цеху. Здесь уверены, сейчас важно быть вместе. Дарья Макарова, Артур Рощупкин. Новости. Сейчас.